Стоять нельзя. Сильный грохот в разгар рабочего дня на улице Гагарина. Троллейбус под номером 8 врезался в фонарный столб. Я не знаю, я улетел туда. В шоковом состоянии кондуктор троллейбуса на месте и оказали первую помощь. Женщина сильно ударилась головой. Следы крови на тротуаре повсюду. А скажите, пожалуйста, что случилось? Хотя бы объясните нам. Не знаю. Она в салоне сидела. Я в салоне. А вы были в троллейбусе в этот момент? Нет, нет, я проходила. И что вы увидели хотя бы в этот салон? Я уже повернулась в грохот и троллейбус стоит. Больше ничего не увидела. Наталья Козина чудом не вылетела в окно. Говорит, сидела на той стороне, куда пришелся основной удар. Сидела сбоку, вроде ничего не предвещало, что что-то может произойти. И вдруг резкий такой толчок. В этот момент женщина падает. Как такое могло произойти, она не поняла. Наталья только успела выскочить из салона троллейбуса и отойти на безопасное расстояние. Вы как себя чувствуете? Ну вот нога болит, потому что колено, чувствую, ударилось. И вот немножко некомфортно, конечно. Может, там сотрясение есть, может, нет. Смятая кабина водителя и вывернутый буквально наизнанку салон троллейбуса. В результате ДТП погибших нет. Но известно как минимум о пяти пострадавших. За рулем была вот эта женщина. И ее сотрудники ДПС сначала допросили. Процедура заняла около 20 минут. Потом проверили на алкогольное опьянение. Результат журналистам не сказали. Комментировать ДТП водитель троллейбуса не стала. Но после такого столкновения женщина практически не пострадала. На ней всего несколько неглубоких царапин на правой руке и шее. По словам очевидцев, водитель троллейбуса могла уснуть за рулем. Но официального подтверждения этой информации нет. По факту авария идет расследование. Причины ДТП будут установлены и в ходе расследования, которое проводит ГИБДД, и в ходе внутреннего разбирательства, которое назначено в муниципальном Владимире пассажиротрансе. На место происшествия оперативно прибыла аварийная служба. Троллейбусное движение в центре города было восстановлено спустя полчаса после ДТП. Анастасия Шилова, Наталья Забнина, Сергей Власов.